Я надеюсь, что украинская общественность, украинские ветераны, добровольцы, армия украинская, что они на это отреагируют. Мало того, что была совершена подлость прокуратурой Украины, правда тогда был другой прокурор, но он, кстати, сейчас тоже занимает какие-то должности. Это была подлость, но то, что сейчас происходит, это уже ни в какие рамки. Я надеюсь, что на это отреагируют. Томсо, что насчет твоего дела с покушением? Министр иностранных дел Швеции знает тебя лично теперь. Значит ли это хороший издвиг в пользу получения тобой убежища? Да, действительно, сегодня авторитетное, очень популярное шведское издание «Автобландед», это никак не связано, кстати, с автомобилями, такое название его издания, Оно, значит, сегодня опубликовало статью. Вот так вот она выглядит. И здесь сказано, что министр иностранных дел Швеции, зовут ее, это женщина, Анн Линде, вызвала посла России на очень неудобный для России разговор. Анн Линде запросила у России информацию о причастности чеченских властей к покушению на человека в Евле 26 февраля прошлого года. Пострадавший 35-летний Тумсо Абдурахманов, чеченский религиозный диссидент, борющийся за независимость страны от России. Во вторник она позвонила послу России Виктору Татаринцеву и объяснила, что нет никаких сомнений в том, что Россия несет ответственность за действия чеченских властей. Она потребовала от России предоставить информацию об утверждениях, о причастности чеченских властей к покушению. И все это происходит как раз тогда, когда кадыровская пропаганда придумывает какую-то омерзительную, желтую историю про то, что это было не покушение, за которым стоит политический режим, а это типа там какие-то интриги были и так далее. И вот вовремя как раз это произошло, это уже конкретные политические ходы, политические акты со стороны шведского правительства. И мне интересно, как они сейчас будут это все объяснять. Наверняка кадыровская пропаганда предположит, что после их разоблачающего ролика я, наверное, позвонил королю Швеции и попросил у него политически поддержать меня в этот момент. Он сделал необходимые пару звонков и МИД Швеции моментально отреагировал. Наверное, это будет лучшим объяснением того, что сейчас произошло. А так, я, конечно, очень обрадовался тому, что за этим последовали конкретные политические уже ходы, шаги. И посмотрим теперь, как на это ответит российская сторона и ответит ли она вообще. И какие меры будут дальше предприняты шведским правительством. Я надеюсь, что это будут какие-то, ну, действенные меры, которые заставят, по крайней мере, Россию как-то придержать своих коней. Пока не было, честно говоря, никакой реакции ни от одной европейской страны, несмотря на все те преступления, которые совершались, совершены уже на территории европейских стран. А ответные меры, ну, это максимум высылка дипломатов. Мы понимаем, что таким образом Россию не остановить. Я надеюсь, что будут разработаны какие-то действенные меры, и они будут применяться в отношении России. Меня распирает и не дает покоя эта обстановка в России. Почему закон в РФ не действует? Что за феодализм у нас? Кстати, новый законопроект, который был одобрен в первом же чтении Государственной Думы, ну, это вообще трэш какой-то по поводу организаций, признанных экстремистскими. Вы представляете, они приняли закон, что лица, которые состояли в организации, признанной экстремистской, они не могут избираться, значит, в государственные органы, даже если они в этой организации работали за три года до того, как она была признана экстремистской. Представляете? А также, лица, которые помогали, то есть, допустим, донатили организации, скажем, ФБК, ФБК, допустим, будет признана экстремистской, все те люди, которые донатили ФБК, они тоже не смогут избираться в Государственную Думу, там, президенты. Даже если они донатили за три года до того, как она была признана экстремистской. Вы представляете себе? Это вообще что-то новое. Если до сих пор, как бы, ну, хотя бы формально пытались соблюсти какие-то нормы, там, законности, то сейчас уже обратную силу начинают законом применять. То есть, ты сегодня даёшь деньги, вот представьте себе классическую ситуацию, что ты сегодня даёшь деньги кому-нибудь на, там, благотворительность, допустим, и сегодня этот человек или эта организация, к ним нет никаких претензий, это благотворительная, допустим, организация или человек, занимающийся благотворительностью, он не экстремист. У тебя нет никаких преград к тому, чтобы ты дал ему денег, нет никаких преград. Человек нормальный, ну, ни в каких списках не состоит. Ты даёшь ему деньги, проходит, допустим, два с половиной года, и он начинает заниматься экстремизмом, к примеру. Ему через, там, два месяца его вносят в некий список экстремистских организаций, и ты, который донатил ему два с половиной года назад, ты теперь не можешь избираться в парламент или в президенты. Вы представляете? Привет вам, дорогие россияне. Микайл Мусаев. Брат, скажи мне, как у тебя получается не кашлять, не чихать целых полтора часа? Насчёт не кашлять, не чихать, не знаю, наверное, это несложно. Вот, если бы у меня ещё получалось не чесать нос, если бы у меня не чесался, было бы нормально. Кадыров это шайтан. Тумсо, я хочу замутить троллинг. Тем, кто занимается одеждой в Грозном, я предложу прайс с низкими оптовыми ценами на футболки. На футболке будет написано Тумсо, и будут они продаваться в каждом магазине. Я думаю, не замутишься такой троллинг. У тебя за бесплатно такие футболки не возьмут в Чечне. Талархо, Кадыров, шайтан. Тумсо задам революционный вопрос, что значит для чеченца потерять родину, что лично для вас лишиться родины. А почему этот вопрос ставится так для чеченца? Для любого человека потерять родину, это определённые потери, это стресс, это неприятно в конце до концов. Чеченцы не являются в этом вопросе какими-то особенными. У нас к своей родине, к месту, где мы родились, где мы выросли, у нас такая же любовь, как и у любых других людей, такая же привязанность. Так что просто представь, каково было бы тебе потерять возможность жить на своей родине. Вот ты ответишь на этот вопрос. Тумсо, а во время войны в Чечне были наёмники таджики Афганистана? Как раз те, кто против России воевал. Спасибо. На стороне России ты имеешь в виду? Я думаю, что нет. На стороне России вряд ли были бы наёмники из Афганистана. У них своих полно было наёмников по России. А если ты имел в виду на стороне Чечни, чеченцев, то нет, у нас вообще не было нужды. Ну и средств не было, даже если бы у нас была нужда в наёмниках, у нас не было бы средств, чтобы заплатить наёмникам. Поэтому на нашей стороне были только добровольцы. Но их было не так много. Тумсо, как могут установить человека, который сидит в Инстаграм с левого аккаунта? Нужно ли всё равно использовать VPN или это излишне? Я не знаю, друзья. Это сложный вопрос. Я думаю, что тут, наверное, имеет значение, привязан ли ваш аккаунт к телефонному номеру. Если он привязан, то это должен быть не действующий телефонный номер, то есть которым вы не пользуетесь, которого нет у каких-нибудь ваших друзей. В общем, я, к сожалению, не могу вам сейчас какую-то дать инструкцию, как себя обезопасить. Я не знаю. Я не пользуюсь сам этим Инстаграмом. Ну, точнее, я пользуюсь им, но мне нет нужды там как бы заморачиваться по поводу анонимности. Я публичный как бы человек. Но я думаю, если вы заморочитесь немножко этой темой, почитаете там, посмотрите какие-нибудь ролики на эту тему, вы найдёте ответ. Саламу алейкум, Тумсо. Рад тебя видеть. Разве это не подлый поступок со стороны украинской власти по отношению к Ченскому батальону? Саламу алейкум, Саламу алейкум, Раму хабаргату. Кстати говоря, действительно, очень неприятнейшая новость пришла вчера из Украины. Президент Украины Зеленский подписал некий указ о внесении определенных лиц и организаций в список людей, которые попадают под некие санкции Украины. Они не могут там открывать счета, они могут прописываться, по-моему, не говоря там уже о каких-то гражданствах и так далее. И, в общем, в этот список попали, разумеется, причастные к донбасской этой теме, то есть представители ЛНР, ДНР, так называемые террористы. И в этот же список попал батальон имени шейха Мансура. Лица из этого батальона. Это добровольческий батальон, который сражался на стороне Украины против российской агрессии. И это иначе как подлостью никак назвать нельзя. И ничего, никаких объяснений по этой теме слышать даже я не хочу. что там чем-то они не тем занимаются и прочая вот эта ерунда. Если они занимаются чем-то не тем, то есть нарушают закон Украины, их нужно судить, посадить в тюрьму, если они нарушают. Это обычные люди, такие же, как и граждане Украины. Они, живя в Украине, они подчиняются законам Украины. И если они его нарушают, за это их нужно наказывать. Но включать их в списки, которые ограничивают их возможности свободно проживать на территории Украины, это попытка просто этих людей вытеснить. И это является подлостью, подлостью по отношению к людям, которые проливали кровь за то, чтобы сегодня Украина и украинцы могли свободно жить на своей территории, свободно избирать себе президентов, парламент, который затем этих людей вносят в эти списки. Это очень подло. Если уж вы этих людей вносите в эти списки, то нужно посмертно тогда внести и сумму на его, тоже в этот список, который погиб, сражаясь на стороне Украины. Это очень несправедливо, и это, конечно, очень сильно огорчила такая новость. Когда Зеленский был избран президентом, честно говоря, это как-то обрадовало. Это было некое новое веяние. Было понятно, что это реально выбор народа. Казалось, что это совершенно другой человек, не из политики. У него не будет этих старых предрассудков из коммунизма и прочей ерунды. Он никак не будет аферироваться какими-то политическими силами. И он начинал тоже как-то очень бодро. Казалось, что это абсолютная реформа всей системы. Но то, к чему в итоге это все пришло, это просто подлость. Подлость по отношению к людям, проливавшим кровь за то, чтобы он мог занимать эту должность и руководить страной. Я надеюсь, что украинская общественность, украинские ветераны, добровольцы, армия украинская, что они на это отреагируют. Что они дадут понять, что так поступать людьми нельзя. Это очень подло. Мало того, что была совершена подлость прокуратурой Украины. Правда, тогда был другой прокурор. Но он, кстати, сейчас тоже занимает какие-то должности. Когда был выдан Тунгоев России по экстрадиционному запросу. Это была подлость. Но то, что сейчас происходит, это уже ни в какие рамки. Я надеюсь, что на это отреагируют. И добьются того, чтобы это решение было пересмотрено. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»